Субтитры создавал DimaTorzok У него нога пошла в обратную сторону, у него перелом передней малоберцовой кости Там, ну, есть головки, ну, так скажем, головка передней малоберцовой кости Понимаете, поэтому, ребята, я им за это благодарен Хорошо, что обошлось, нет ни крестообразных, ни менисков Почему? Нога осталась целая, но осталось только, чтобы этот перелом зажил Ну, думаю, 3-4 недели он будет опять тренировать Следующий вопрос, пожалуйста Иван Миткевич, белорусский футбол, продолжит такую тему травм кадровую Как здоровье Максима Плотникова и когда он вернется к работе с командой? Он вроде вернулся, но вот сейчас был в раздевалке, обследовали его Но специфика его, ну, скажем, коленного сустава, так, видно, потребует чуть-чуть больше реабилитации А в общую группу он фактически вернулся Но, как вы понимаете, он, по-моему, пропустил 5 недель, хотя и тренировался индивидуально Сразу ты не будешь играть Я не сторонник сразу играть Почему? Потому что ты получишь сразу новую травму Должна быть медицинская реабилитация, а потом уже спортивная, так сказать, реабилитация Поэтому, ну, он уже тренировался с общей группой Почему, раз, раз, почему Силас не играет с первых минут? Потому что он функционально не готов? Или, может быть, вы хотите так плавно менять сочетание центральных полузащитников? Вы знаете, Силас очень хорошо сыграл вот эту дебютную игру, я считаю, да, сразу с колес Но он потом приболел У нас появилось такое понятие, как, скажем, когда игроки основного состава конкурируют друг с другом Поэтому это очень качественный и хороший игрок, я знаю Но, значит, тоже Влад Климович или Олег Нович или Ширшитов Они довольно-таки, скажем, много проделывают работы и очень качественно, ну, скажем, выглядят Поэтому просто так менять, я не сторонник Нужно делать, значит, именно в нужное время, в нужный час И конкуренцию еще никто не отменял Поэтому, ну, повторяю, это качественный игрок Возможно, будет в следующей игре Это все зависит от, ну, скажем, от фактора тренировочной работы От личных взаимодействий он у нас появился, ну, как бы, фактически в последние дни трансферного окна, вы понимаете И это адаптация, никто ее не отменял Да, если, скажем так, с постсоветского пространства игроки быстрее адаптируются То игроки с Южной Америки, там, даже с Израилем Им нужно какое-то время Хотя он великолепно знает русский язык Великолепно общается с ребятами И великолепно тренируется Еще вопросы? Иван Замена Владимира Хвощинского Она произошла буквально сразу после гола Не кажется ли вам, что стоило бы игрока на кураже немножко попридержать И заменить чуть попозже? Ну, опять же, Володя подтвердил свой уровень Голиадора Значит, у меня есть некоторые, скажем так Иногда, вот честно скажу, вы смотрите, я смотрю Мы по-разному смотрим футбол Почему? Потому что я смотрю, как человек бежит Как, ну, скажем, как прыгает Добегает, не добегает Есть у него сила? Нет Значит, и свою он задачу выполнил Вышел Ваня Бахар Имел, опять же, повторюсь, момент Который фактически пошло там Ну, уровень мастерства вратаряна, наверное, чудо Поэтому и делается такая замена Не замена ради замены А замена для того, чтобы, скажем Каждый игрок должен внести свою лепту в матч А кураж, это дело такое Знаете, можно покуражиться, а потом Как есть такое выражение Били в 8, били в 9, а попали мы в 0,9 Да? Очень веселый Почему? Потому что, ну, скажем так Это относится к такому более дворовому футболу Как говорят, профессиональный футбол Он очень такой, скажем, профессиональный Наверное, ответил? Я не знаю Да Ну, и хочу еще сказать Хочу поблагодарить соперника Олега Радушко Знаю его уже очень давно Еще как футболист Не про Могилевский Еще когда в юношеском возрасте Да? И я считаю, что он работает Не в таких, не совсем комфортных условиях Но очень качественная команда Очень мощная Да? И противостоять Есть свой стиль И противостоять такой команде непросто Вот я уже сразу увидел Да? Были, ну, скажем так В наших ворот были такие, ну, скажем так Опасные подходы Но команда очень качественная Поэтому я бы поблагодарил команду соперника Потому что игра под результат Они играли под результат Я это видел Они пытались использовать свои сильные стороны А мы пытались нивелировать их сильные стороны Поэтому такая игра очень интересная В плане стратегии Леонид Александрович, такой вопрос Команда победила сегодня У вас все равно были претензии к игрокам До перерыва были такие эпизоды Когда вы просили, допустим Чтобы от своих ворот Мяч доставляли через дальневерховой пас На чужую половину шикар Нет После перерыва, допустим Свежий Вергеич, когда вы просили Чтобы он оказывал давление на вратаря Мешал ему, да? Насколько вообще вот Игра команды сейчас Далека от вашего идеала Вот от того, что вы пребываете? Ну, как бы Знаете Я много видел классных матчей Опять же, вернусь к выражению Били в 8, били в 9 И результат делается именно командами Когда команда знает, что ей делать А она в первом тайме Немножко не получала себе Свои, ну скажем Свои нюансы Тактических взаимодействий Вот мы исправили Их буквально чуть-чуть Нам этого хватило И нам этого хотело Потому что В принципе Вы согласитесь, что Владения мяча у нас было Довольно-таки много, да? Но было Ну, скажем вот В подходах Именно Связанная Связанная с тактическими взаимодействиями Немножко впереди Мы Слишком часто возвращали мяч Но я не заметил Длинных передач С нашей стороны, честно Да? Вот Ну, команда Городей Вот у них Довольно много Длинных передач Да? Ну, такое И Скажем В своей игре Мы Некоторые нюансы Взаимодействии Поменяли По сравнению С прошлой игрой Этого опять Хватило Для того, чтобы мы Скажем Владели Контролируем мяч Понимаете? Всем кажется Что Ты должен Ой, бежать Услышал Интересные вещи Про себя Ну, ладно Ну, как бы Считаешь, что Вы такой Безграмотный тренер Ну, так Ну Наверное Наверное Но я видел Столько матчей Когда ты Грамотно Атакуешь И потом Безграмотно Получаешь Понимаете? И Поэтому я Всегда делаю И играл Против таких Команды Герои У которых Такие игроки Что Ну, как бы Я бы Так Постеснялся Назвать меня Безграмотным тренером Ну, хотя У каждого Своё мнение Если Как говорят 30-летний потанц Считаешь, что Он больше видел Чем я Ну Но Есть стиль Есть изменения Чуть-чуть Этого хватает Рисковать В нашем положении Понимаете? На Слишком много Потери На Слишком много Потерь Поэтому А ребята Уже Мы двигаемся Все время По чуть-чуть По чуть-чуть Но мы двигаемся Вперед Мы Отыгрываем Понимаете? Поэтому Красивый футбол Это вот Ну, когда играешь На маленькие Эти Такого Хоккейные ворота Там 30 на 20 Да, там Красиво Мне кажется Все там Я тоже так Сам иногда Играю Неплохо Играю Понимаете? Красиво Мне кажется Что я умею Играть Но Когда Выхожу С профессиональными Футболистами Я уже так Не считаю Вот поэтому Вот такой футбол Иван Вот в одном Из эпизодов В втором тайме После фола Пришлось вам С бровки Уризонивать Игоря Шитова Как-то Гасить его эмоции И Были бы К Игорю Какие-то санкции Если бы В этом эпизоде Он получил Необязательно Желтую карточку Ну, я В принципе Не хотел Игорь Шитов Он уже Довольно-таки Опытный игрок Вы видите И много сделал Для команды Это, ну Я считаю Что, если не будет Это, ну Такой рядовой эпизод В котором, ну Где-то там Игроки Потолкались Такой агрессии Я не увидел Честно Я не уризонул Я Не хотел Чтоб Игорь Так, вот На ровном месте Просто получал карточку Но Игра в футбол Это все-таки Эмоции Эмоции Так, конечно Без эмоций Стоять На лавочке Все будет окей Но Так неправильно Поэтому Никаких бы санкций Не поступил Поясни Есть принцип Нельзя За вот Такие эмоции Если Человек Там, ну Скажем Схамил Специально Нарушал Грубо Прыгнул Сзади За эти вещи Вообще Караю А вот За эти Это просто Эмоции